Добрый вечер. Мы рады вас всех приветствовать здесь, на встрече выпускников китайских вузов 2019 года. Данная встреча организована, как вы видите, здесь написано, отделом по делам образования посольства ФНР в Российской Федерации. И за конкретное проведение этого мероприятия отвечает Институт Конфуция РГУ. Позвольте представить гостей, которые пришли на эту встречу, чему очень рады. Прежде всего, это советник-посланник посольства ФНР, советник по делам образования, господин Гритий Хай. Второй секретарь отдела образования, госпожа Михаил Хальков. Директор Государственного центра Интофизика Редикер Алексей Витимович. Директор Русско-Китайского центра Культуры и Искусства Киантинского центра, госпожа Ван Сью Ли. Директор Института Конфуция Московского государственного университета с китайской стороны, госпожа Чан Минь-Тьо. Директор Института Конфуция с китайской стороны, Московского государственного университета, господин Мауэ. Директор Института Конфуция Московского государственного университета. Директор Института Конфуция Московского государственного университета С таки 추 Susan Суги во иношу, Фар승 живых HUThe Прежде всего, перед началом этой встречи хотелось бы выразить большую благодарность китайского посольства и отдела образования, который способствовал и всячески взял на себя инициативу проведения этого мероприятия, которое проводится уже не первый год. Сегодня мы его проводим в нескольких временном формате. Мы также очень благодарим китайский культурный центр, в стенах которого мы находимся. Он предоставил свои огромные и прекрасные площади для того, чтобы мы встретились. Поэтому мы очень рады такой возможности, что все факторы, которые помогают успешно провести это мероприятие, сложились вместе. Мы рады. ПОДПИСЫВАНИЕ Продолжение следует... 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Все, большое спасибо! Мы знаем из каких кузов здесь есть линии. Я сейчас сказал, что нет никаких кузов. В 40-х годах. Первый, это Бэй-Cin大学. Говорим, здесь Бэй-Cin大学, вместе. А? А, ну, что за руководитель? В Фу-дан大学, есть линия? Да. Кстати. некоменды и uh. Д übrigens многие из страны сейчас в России, междуна служит более Laurenøre. Лермон és Тюба Kitاشос. Лермонommes нотов. Людмилы Дюбы Лени de при dabrг Ч hemos именно den власти requ referendum А- Батья Ежи Van Ида. rapping Ирина Вечерина BERTA ПOL Вечерина Ирinte Свет Фомы Ирина Вечерина Назахстан Э reacted Он также получился из Северного expans來 Ос exposed в Naiфове Шоу авто Потом периода до 18 лет омени так, оказался в районе Так на Вас повлияло, Вы решили задать вопросы, которые непосредственно связаны с Вашей стажировкой и учёбой в Китае. Первый вопрос был, как на Вас повлияло учение в Китае? Вы решили задать ответы? Сильно повлияло. Посмотрим, как ответили, мы вообще на те ответы, которые нам прислали. Конечно, не все, но основные тенденции. Вы решили задать ответы? Если у вас есть同感, или у вас есть同感, или у вас есть同感, или у вас есть同感. Изменила отношение к китайскому языку, после того, как ничего не учил, что-то стало учительное. Есть? Ага, хорошо. Ладно. Вот, положительное вытекационное. Сыграло? Хорошо. Замин. Учил чай. Учил чай. Хорошо. Возвращение китайского языка. Хорошо. Но, одно из лучших. Что же так сразу, это лучшее? Выучила китайский язык, это самое главное, выучила китайский язык, или начала учить китайский язык. Мы сохранили род ответа, потому что этот ответ пришел от лица женского пола, мы сохранили женский пол, глагола. Поэтому выучила китайский язык, познала культуру Китая, но это сильное заявление. Смогла понять, чем против анимациям близ? Кто-нибудь на стажировке смогла помочь? Хорошо. Я стал более открытым, научился видеть возможности для развития в каждой жизненной ситуации, и не бояться начать делать что-то новое. Наверное, этот человек тоже изучал Сынца Димфа. Негатив и сюрприз, он готов сойти и вне шрама. Я также изучал его. Нет, это не важно. Главное, это нравится английский язык. Вы ждете, а это уже происходило. Это же циял. В общем, это тоже не важно. и учить язык прямо в этом. Это очень важно. Встретила музыку? Изменила. В стажировках «изменила» мою жизнь. Хорошо. Значит, насколько вы знаете, и с этим был связан второй вопрос, на самом деле есть ассоциация выпускников китайских курсов. Если вам это узнали, я вам сообщаю. Поэтому мы попытались узнать, если есть такая ассоциация, то как вы считаете, какими должны быть функции этой ассоциации, и что она должна делать? Мы сюда не только те, кто закончил полный курс обучения в Китае, но и те, кто стажировался просто в Китае полгода или год, пребрюсовали сюда же. Вот это первый вариант ответа. Надеются, что ассоциация будет помогать поддерживать контакты между людьми, работающими и имеющими интересы в одной сфере, и давать возможности расширения этих контактов для развития отношений. Ну, так, на высоком уровне. Следующее тоже. Мы очень рады, что люди не жалели своё время, чтобы всё это дело написать, потому что решали ответить основательно. Развивать послевузовские связи между выпускниками, отслеживать статистику, вы сами дальше прочитаете, предлагать возможность повышения языкового уровня спустя 10 лет после выпуска. Вот эту часть мы бы считали тоже очень важной, потому что на самом деле это было не только у одного человека, а то, что хотелось бы иметь возможность поддерживать и повышать уровень китайского языка после того, как они с Китаем. Потому что некоторые говорят о том, что уровень китайского языка чуть-чуть может иногда падать, и его нужно поддерживать. Поэтому, наверное, в дальнейшем это будет очень важная. Функция действительно ассоциации. То есть это мы учтём, а не просто такое здесь показание. Третье. Налаживать отношения со студентами, учитывая образование в китайских вузах. Это опять та же самая идея. Поддерживать отношения с учебными заведениями. Это тоже важно. И с которыми мы закончили в Китае. Потому что у некоторых связь это прерывается. А это зря. Сохранение полученных знаний. И помогать обмениваться информацией. Проводить мероприятие на самом деле очень важно. Самое главное – это обмениваться информацией о том, где кто работает, что ему могло сделать. В результате чего достичь стажировку в Китае, это, конечно, очень важный момент. Это был ответ, который несколько оказался неожиданным. Ответ краткий, но русский длинный. В других дел, ну очень важно. Спасибо. В этот раз в Китае как раз я Вам благословился. Это была самая интересная вещь. была основная идея, чтобы обмениваться опытом, то есть рассказать о своем опыте стажировке, кратко привалнуть здесь. Но главное в этом первое, а уже есть и второе. Всем добрый вечер. Меня зовут Светлана Юрьевна Горбачёва. Я ведаю китайский цикл в школе успокоительной, в школе Карлоке. И в первую очередь я бы хотела поблагодарить китайское посольство за организацию свойственного объятия, за возможность встретить ваши лица, своих единомышленников, любителей Китая, китайской культуры, китайского языка. И отдельно хочется поблагодарить Тараса Викторовича за возможность поделиться своими впечатлениями, опытом. Но на самом деле я не хочу занимать много вашего времени, потому что я уверена, что вы расскажете не меньше историй, чем я. Хочется просто сказать, что время, проведенное на Китай, действительно было для меня продуктивным. Действительно это то время, которое я могу назвать одним из лучших. Вот на этой фотографии я закончила магистратуру. Магистратуру я закончила в 2011 году, и потом еще в 2016 году я закончила аспиратуру. Это университет международного бизнеса и экономики в Пкине. И оба раза я училась по стипендию китайского правительства. И вот в 2011 году я включила эту стипендию, и это был мой самый первый визит в Китай. До этого я ни разу не ездила в Китай, не была ни на пол, не довольно тяжелой, ни на кадровой. И когда уехала, то меня это все затянуло. Действительно, я могу сказать, что уходы на магистратуру стали самыми продуктивными, интересными. Потому что это первое знакомство с Пекином, это первое знакомство с Китаем в целом. Удалось побывать на Кангенатах. Удалось познакомиться с различными людьми. И могу сказать, что некоторые из них сегодня присутствуют в этом зале. Вот Александр, мы с ним познакомились в Юэй-И, воевать в Макаши. И также это было время, так скажем, какого-то его исследования. Потому что мне было все интересно. Мне было интересно встречать китайские труды. Мне было интересно встречать город. Я посетила, пожалуй, все достопримечательности, которые есть в Пекине. И самые известные, и не очень известные. Даже плава в абсератории, которая есть. Она не предприниметная, маленькая. Но тоже было интересно сходить туда. И, кстати, на экране было одно сообщение, что я полюбила гитары, стала самостоятельной, издавая пяточки, в принципе, это могла бы им стать я. Потому что так все и было. Но это не мое сообщение. И действительно, вот в этой фотографии здесь я выступаю, у тебя всех мегастранных учеников на вручение диплом в окончании магистратуры в 2011 году. И просто на самом деле я сейчас не хочу предсказывать свою биографию. Потому что последние 10 лет действительно прошли под знаком Китая. И когда уже я закончила аспирантуру, я ездила в Китай на повышение квалификации как годователя китайского. Но я хотела бы, пожалуй, не сомотивировать тех людей, которые сейчас, возможно, находятся на нас в путь. И, может быть, они побывали на полгодовой стажировке или на годовой, и готовятся закончить университет, и не знают, стоит ли им ехать учиться в китайскую магистратуру или же все-таки остаться в России. В последнее время ко мне стали часто обращаться мои же студенты и не спрашивать совета с Павлом Юрьевым, а как вы думаете, стоит ли ехать в Китай, или же все-таки здесь выступать в магистратуру. Потому что вроде как Китае понравилось, и все интересное, мне кажется, что здесь что-то буду искать. И, конечно, я могу сказать, что это в первую очередь ваше решение. Потому что никто не может навязывать вам какой-то выбор. Вы можете прислушиваться или не прислушиваться. Решение ставится на вами. И вот после лет, если вы действительно чувствуете свою любовь к китайским музыку, если вы хотите в дальнейшем работать с китайским музыком, и хотите знать о достигнутом в своем уровне, то, конечно, нужно ехать. Потому что это будет действительно золотое для вас время, когда вы сможете полностью погрузиться в культуру страны, когда вы сможете натошно подключить интересующие вас вопросы. И могу тоже привести пример. Буквально в том году моя студентка 4-го курса, потому что она очень хотела после кочевки гулять или хоть китай, но мама была против. И мы встретились как раз в выпускном. И Алёна говорит, что мама как-то противится, не хочет, чтобы её уезжала. Но в итоге мы ее убедили, как оказалось, что Алёна сейчас учится в институте в Шанхае. И она мне когда-то писала, говорила, что вот, Светлана Юрьевна, мы маму побороли. И вот дальше, буквально на днях, когда мне приходил студентка, говорит ему, что же, как, ехать, ехать. И я говорю, знаете, ну конечно, если вы хотите знать язык, если вы не хотите его забыть. Потому что бывает такое, что человек поступит в администратуру, где не будет китайского языка, и он потихоньку начнет забывать. Потому что сначала кажется, что я буду сам учнить, у меня всё будет временно, изучение, там, эрографии, изучение какой-то новой лексики. Но, как показывает практика общения, что, как правило, на это не стоит времени. И поэтому мой совет, такая мотивация, что если действительно лежит душа в стране, в языку, то дальше не думайте, выезжайте. И я уверена, что это время вы поведёте с пользой, и никогда ни о чём не выжалите. Прислушивайтесь, но решайте сами. Спасибо за вашу помощь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Если бы хотелось такой задать краткий вопрос, если бы вам нужно было в одном условии, или в двух, в трёх, сказать основное, то, что вы почувствовали после стажировки и обучения в Китае. Кто-нибудь мог бы кратко выразить своё основное ощущение на этого? Хочу назад. Опять в Китае. Возможно, заезд. Возможно, хорошо. Как? Как удержать заучивания? Как удержать заучивания? Ну, тут я не соглашусь со всеми, там, что приехали из Китая ничего не учить, можно учить и можно совершенствоваться, даже учитывая, как удержать. Интернет есть, всё и есть, огромное количество информации. Удержать не нужно, ладно? Когда находишься в стране, когда с этим нужно общаться каждый день, понимать их, понимать, чем они живут, то мотивации больше. Ты хочешь, чтобы люди услышали, чтобы тебя услышали. Это интересно. Аня, мотивации больше. Мотивации всегда сколько есть, только есть. Не мотивация, не оплатимость, а куда деваться. Но если человек изучает что-то только из куда деваться, то нужно... В Китае находишься, а деваться не будет. Вот оно всё время добирается, набирается, убирается. А сюда приезжай. А здесь оно само не добирается. Невходимости делать. Ясно. Кто ещё хотел бы сказать два слова? Благодарность. Благодарность, одно слово, хорошо. Ещё какие? Лиану Финфан. Твора, и я, архай, не могу быть ничего. Ну ладно, не будем пытать дальше. У нас ещё есть. Да, да. А下面 мы есть, и у меня есть, и у меня есть, и у меня есть. Ана, и что здесь в北京, в Диану Центин大学, где учил. Меня зовут Вадим, и на самом деле я, наверное, буду обраться на эмоциональные опыты и представления для вас рассказа, неожиданно эмоциональные. В общем, хочу сказать, что девушка, которая меня отвечала, она сказала, что у нее уже 10 лет опыт с Китая. У меня, конечно, поменьше, и я, в основном, почувствую из 10 присутствующих. В общем, у меня три года в запасе с китайским опытом. И мне повезло, потому что я учился в двух университетах в Китае. Первый, это был ВСЮ, летняя стажировка. И второй, это Чайди Мерси, у меня была годовая стажировка. Хочу сказать, что в Китае для меня это огромное просто море приключений, потому что каждый день что-то происходит, что-то интересное, и я бы даже сказал, что приходится выживать. Это некоторые звезды. Я считаю, что мне повезло с университетом, потому что практически каждые выходные у нас были всякие проездки. От классических и политических мест, таких как Китайская стена, Летний дворец, Хинкан, до каких-то занятых поездок. Особенно в семействе нас везли в Луаян и в Шау Ци. Вообще хочу сказать, что за этот год я очень много посетил городов. И я думаю, больше 20-ти, если даже около 30-ти. И мне даже удалось выехать чуть-чуть за поделок Китая, поэтому я считаю, что я даже вообще по миру путешествовал. Также, наверное, хочу сказать, что самое важное для меня, что я открыл, достаточно очевидная вещь, но все же это то, что в Китае ты давно с возможностью почувствовать и осознать такую вещь, как помощь. Потому что в Китае вдалеке от семьи и от близких друзей, и люди знают цену помощи, и они всегда готовы помочь с радостью тебе. На самом деле, очень много интересных историй, но мне сказали уложиться в короткие минуты времени, поэтому, думаю, на этом я закончу. Хочу немножечко рассказать о том, что я от вас приготовил. Это видео, и, к сожалению, к счастью, оно на английском языке. И я вступаю в скупании прямо через призму комиксов. Поэтому я, конечно, не знаю, но если здесь есть Ванатан Боро, то у меня на скрипсоне будет интерактивно.